В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у меня сегодня Ирина Щербакова, арт-менеджер парикмахерской «Шерлук». Ирина, здравствуйте! Вот меня сразу почему-то удивило, почему парикмахерская, ни салона, ни студия, как сейчас модно? Потому что основной вид деятельности нашего салона красоты – это парикмахерское искусство. Мы узкопрофильное предприятие, мы занимаемся всё, что касается волос на лице и на голове. Мы занимаемся прическами, укладками, окрашиванием, бритьём, мужскими стрижками – это основной наш вид деятельности. И параллельно в нашем профиле присутствуют мастера маникюра и педикюра, которые помогают нам полностью закончить образ. То есть мы делаем всё то, что видно сразу. Вот про бритьё вы тут упомянули. Сейчас модное, это очень сильное направление, но только начинает появляться в нашем городе барбершоп это называется. Ну, бритьём я сама лично занимаюсь с 2003 года. Тогда это было в основном необходимо гладкое бритьё и уход за кожей лица мужчины. Борода тогда не была в такой моде. Сейчас в связи с тем, что начали появляться вот эти вот барбершопы, мужчины уделяют много внимания внешнему виду своей бороды. Вот. Соответственно, мы тоже решили развить вот это направление. Отучились. У нас английская школа. Все мастера, которые приходят к нам на работу, проходят то же самое обучение по технике бритья и оформлению бороды. Я сама провожу обучение. Есть возможность отправить мастеров на учёбу в Москву и в нашу школу, и в английскую школу. Вот. Ну, поэтому мы в ногу со временем, поэтому мы и занимаемся этим направлением. А вот у нас в городе пару раз, по-моему, уже проходили фестивали бороды, бородачи там всякие такие были специфически красивые. То есть, по сути, придя в салон, тоже можно что-то очень красивое мужчине у себя на лице заиметь. Конечно. Не просто побриться, потому что самому лень, а что-то прям творение, какой-то шедевр. Конечно. Да. Возможно, у нас и художественное бритьё. У нас, возможно, художественное оформление бороды. Бритьё также на голове, которое мы производим опасным лезвием. Вот. Мы можем покрасить. То есть, креативные вещи какие-то художественные сделать. Ну, это на голове у клиента. Ну, в основном, это, конечно, спортсмены и люди, которые могут себе это позволить, которым это интересно. Другому уже более коммерческому кругу мы можем предложить камуфляж. Мы можем... Что такое камуфляж? Камуфляж – это технология окрашивания бороды без зоны отрастания. Также технология камуфлирования седины. То есть, в процессе носки окрашивание не отрастает и не видно зону отращивания. То есть, оно постепенно смывается. Мужчина может чувствовать себя комфортно, не думать о том, что у него отросли седые виски или ещё что-то. Так как мы работаем на чисто мужской линии американской, American Crew, любой флакон, который мужчина в нашем салоне возьмёт в зоне барбершопа в свои руки, предназначен именно для него. Он может не стесняться взять любой флакон, и он однозначно ему пригодится. Либо для бороды, либо для волос, либо для укладки. Вся линия только для мужчин. А вот салон не очень давно открылся, насколько я знаю. Да, мы новенькие совсем, да. Вот мужчины уже как-то оценивают данные услуги или стесняются пока? Нет, оценивают. Но в основном, конечно, люди идут по слухам, друг от друга. Так как мы участвовали в проекте «Лети фата», и мы заявили себя как единственный салон, которым занимается подготовка жениха к свадьбе. То есть наш лозунг и тренд «Жених главный на свадьбе». И что вы с ним делаете? Мы с ним делаем всё, начиная от педикюра, маникюра. Мы его стрижём, бреем, делаем ему стайлинг, камуфляж. Всё, что он захочет. И в этот момент любой жених может привести с собой фотографов, провести фотосессию, которая останется ему на долгую память, так же, как и невеста, которая готовится к свадьбе. Но с невестами, наверное, это как бы более распространено, да? Да, вот жених начинает своё движение, вот наше движение «Жених» и сегодня я успела. То есть у нас был молодой человек, мы быстренько его отфотографировали. Вот, и вот много, то есть все выходные у нас женихи приходят, делают фотосессию, мы их готовим, одеваются, переодеваются, оставляют себе на память очень красивые фотографии. Нормально приносят. Нормально, абсолютно спокойно. Вообще мужчины сейчас, вообще давно мужчины занимаются хорошим уходом за собой, потому что, ну, во-первых, возможности появились, люди бизнеса, они тем более должны за собой ухаживать. Потом наши первые лица страны также за собой ухаживают, есть специальные люди, которые за ними следят, чтобы они были на серьёзном уровне и внешне, и внутренне. То есть в ближайшем будущем у нас мужчина без маникюра будет считаться дурным вкусом, да? Мужчина без маникюра – это давно дурный вкус. Вот так вот, дорогие мужчины, мотайте на усы, за усами, кстати, тоже, да, за бородой следите. А вот касаемо женщин, ну, придя в салон, как это говорится, каждая девушка мечтает стать звездой и королевой, да, насколько вот широкие… Ну, основной спектр услуг, которые мы предлагаем, он как бы обычный, как и везде, скажем так, то есть это окрашивание, все техники сложных окрашиваний, амбре, балаяж мы исполняем с лёгкостью. У нас очень хорошие красители и линия, с которыми мы работаем, поэтому у нас очень большие хорошие возможности. Вот, то есть это краситель премиум класса. Так как я имею личный сертификат работы с красителем Inspire Well, это немецкие, чисто немецкие препараты, это гранулы натурального пигмента. Я могу смешивать любой оттенок, который мы видим вокруг себя, и заносим это всё в картотеку, и тем более женщина, выходя после такого окрашивания, она чувствует себя индивидуально, потому что это только её личный цвет. Повторяем мы его, только открывая опять картотеку, меняем его в каких-то направлениях, там, оттенков холодных и тёплых, только по картотеке. То есть этот цвет лично её, он ложится только на её натуральный цвет волос, только на её структуру и подобраны индивидуально. Ну и насчёт безопасности, кстати, волос. Да, это очень натуральный краситель, вот, у него очень хороший блеск, он натурален. Вот, естественно, это аммиачный, перманентный краситель, который держится долго, но со своими конкурентами он не сравнится, потому что у него и блеск, и качество, и возможности тоже очень широки. Ирина, ну вот у нас лето наконец-то наступило, но, судя по погоде, не очень, но, тем не менее, практически, да? Вот, что особой популярностью будет у нас пользоваться летом в плане волос, как считаете, да, летом? Летом в плане волос обязательно необходим, конечно, уход солнечной линии для волос, потому что я смотрю, в Рязани очень много блондинок, которые должны следить за своими блестящими шёлковыми волосами, которые, уезжая на юг, должны помнить, что обязательно у них должен быть флакончик какого-то масла, какого-то лосьона, который распылит на волосы на солнце. Также уход после бассейна и моря, естественно. И мы вот с 1 июня у нас в салоне, например, акция, то есть любой клиент, который производит окрашивание волос в нашем салоне, получает процедуру глоссинг, то есть усиление блеска и сияния волос бесплатно. Глоссинг – это прямо, можно как сказать, зеркальный блеск волос, да, очень хорошая и полезная процедура. А вот как вы считаете, вы давно занимаетесь парикмахерским искусством, кстати? 23 года. Вот как считаете, сейчас всё-таки блондинками женщины больше стараются стать, брюнетками, рыжими? Какая-то статистика внутренняя у вас имеется? Не знаю вообще, лично у меня, наверное, блондинок-то может быть и побольше, но ненамного. Рыжих мало, поэтому я рыжая. А вот блондинки или брюнетки, то есть мне кажется, это всё поровну. Тем более сейчас очень красивые оттенки есть для брюнетов. Цвет очень модный сейчас, мокрого асфальта, графита, то есть такие холодные оттенки, которых раньше мы не могли добиться. И самое главное, что мы не могли добиться блеска в этих оттенках. Сейчас это очень красивые вообще цвета, это шикарные волосы, особенно на классические какие-то стрижки каре или каре-боб. То есть это очень модно. А рыжие, они, да, они эксклюзив. Не каждый может пойти на этот цвет, потому что этот цвет долгий, и он почти на всю жизнь, от него тяжело уйти. И, да, то есть с этим цветом надо жить. Вот я сама, например, натуральная блондинка, всю жизнь я рыжая. Круто. Кстати, как часто женщины вот кардинально меняют цвет волос? То есть из блондинки в брюнетку, да, из брюнетки в блондинку, не дай бог, вот как бы... Вообще, насколько это возможно, из брюнетки в блондинку, например? Возможно. С нашим красителем возможно это сделать сразу в одну процедуру. То есть даже да. Да, без каких-то там двухфазных мероприятий. То есть сразу пришел в салон... И волосы при этом не отвалятся. Нет, про отвалиться вообще мы даже не обсуждаем. Качество волос достойное, потому что у нас очень хорошие смывки, у нас очень хорошие блондоры. На Велле вообще самые лучшие блондинки, поэтому мы имеем возможность такую из хорошей брюнетки сделать премиум класса, дорогую блондинку. Блондинки же тоже бывают разные. Они бывают совсем светлые, как вы, они бывают такого среднего уровня, как вот дети наши бегают, это тоже блондины. Но на любом тоне мы можем добиться очень красивых цветов, очень хорошего качества волос. И вот тем не менее, как часто женщины кардинально меняются, и не приходят ли потом обратно? Мне кажется, это все-таки связано с какими-то новыми ощущениями у этих женщин. То есть, либо она как-то жизнь поменяла, либо она хочет чего-то новенького измениться, либо все плохо и надо что-то... Ну, все связано с какими-то переменами, потому что, особенно женщины, которые с мужчиной, мне кажется, мужчины даже больше контролируют ее цвет волос и длину, чем она. Вот, поэтому такие мероприятия проводят не так уж и часто взрослые, премиум-класс клиента. Молодые люди, конечно, да, они могут себе позволить новые технологии паттирования, какие-то розовые волосы, там, голубые пряди. А люди, в основном, ну, мои клиенты, они, конечно, просто так такие мероприятия не производят, потому что это дорого, это должно быть качественно, это должно быть модно. То есть, они на эксперименты идут уже реже. Ирина, вот расскажите, помимо того, когда идешь в салон, чтобы выйти оттуда красивой, да, но все-таки вот важно, где находится инфраструктура, насколько это удобно? Вот, насколько удобно вообще пойти в салон на Шерлук? Угу, у нас очень удобно. Вообще, само место, когда я его увидела, вообще, это место, я о нем мечтала еще очень давно, когда этот отель строился еще в 90-е годы, вот, и я всегда мечтала, будучи ученицей, да, Виктора Дмитриевича Шарапова, что когда-нибудь у меня в центре что-нибудь, когда-нибудь будет, я всегда думала именно об этом месте. Когда я увидела, что есть возможность попасть и построить там то, что я хочу, вот, с моим компаньоном вместе мы это все обсудили, поняли, что лучше места нет. Во-первых, там шикарная парковка, вот, это центр, нас видно с улицы, мы работаем, вот, за стеклом, я вообще люблю за стеклом работу, потому что это все-таки как-то организовывает и тебя, и твоих сотрудников, вот, очень удобно. У нас очень удобная оплата, у нас принимаются как наличные расчеты, так и безналичные расчеты. Люди, которые любят свой Apple телефон, пожалуйста, могут оплачивать систему Apple Pay, то есть все виды расчетов у нас есть. И еще, что немаловажно, мы специально старались сделать удобный вход и въезд в наш салон для людей с ограниченными возможностями, маломобильными на колясках. У нас очень хороший, удобный въезд в центральном входе отеля, у нас специально сделана там широкая дверь, то есть человек может маневрировать по салону как угодно, ему очень удобно подъехать и подстричься, и сделать маникюр. Вот, то есть вот это было тоже для нас немаловажно. Мы говорим про отель Амакс. Да, отель Амакс, Первомайский проспект, 54. И там находится салон. Да, мы на первом этаже, со стороны вокзальной улицы, у нас свой отдельный вход. Вот, с нами по соседству еще свадебный салон, в общем, как бы и компаньоны тоже, и соседи нам подобрались тоже соответствующе. Ну, насколько я знаю, подарочные сертификаты, да, все как всегда полагается. Да, у нас есть подарочные сертификаты номиналом 1,5 тысячи, 3 тысячи, 5 тысячи рублей. Вот, также у нас есть карта постоянного клиента. Каждый клиент у нас заводится в программу. Вот, и, соответственно, даже не имея карты постоянного клиента, там идет, как бы, осуществляется подсчет денег, страченного этому клиенту, и присваивается автоматическая скидка 5-10%. То есть, это семейная скидка, до 4-х человек люди могут приходить и пользоваться скидкой своего родственника. В общем, хорошо, удобно и красиво. Да. Ну, что ж, удачи вам и развития обязательно, хороших клиентов. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Ирина Щербакова, арт-менеджер парикмахерской «Шерлук». Это программа «Городские встречи». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова